сегодня у нас в гостях владелец торговой марки беларусь эксперт получивший известность на российском рынке денис смотри здравствуйте всем известно что белорусские товары пользуются большой популярностью на российском рынке денис расскажите историю создания вашего бренда сколько лет вы существуете на рынке как пришли к такой идее история бренда насчитывает 12 лет в 2010 году мы сделали наблюдение о том что да действительно на рынке россии существует высокая лояльность белорусским продуктам питания они значились как натуральные и действительно так было когда в современном мире многие производители гонятся за снижением себестоимости белорусская реалия показывала что действительно производилась молоко из молока и мясо из мяса отсюда и возникла идея создать некий зонтичный бренд который ассоциировался бы именно с белорусским этот процесс невольно сделал незапланированную рекламную акцию пиар акцию но была сложность как же российскому потребителю идентифицировать белорусский продукт на полке марки известные белорусским покупателям они были непонятны российским российским ну и вот мы начали как-то на этот счет размышлять были разные варианты варианты рб продукт сделать торговую марку калиласка и в итоге удалось все-таки зарегистрировать торговую марку белорус белорус как житель белоруссии и конечно не просто было пройти экспертизу роспатента в этом рамках но нет к регистрации марки роспотребнадзор не имеет отношения это уже были следующие наши этапы у вас именно ориентирован ваш бренд на продукты питания изначально да когда проект стартовал мы наша задача была выбирать лучших белорусских производителей и маркировать именно маркой но мы сделали такой суббренд при регистрации марки белорус далее мы создали суббренд белорус экспорт то есть это предполагало экспорт из беларуси лучших продуктов питания именно по этой причине мы выбрали Первый наш был производитель, наш партнер, это предприятие Белакт, производитель детского питания в Республике Беларусь У которого был очень строгий контроль качества входного сырья и, соответственно, высокое качество самого продукта Денис, а как вы выбираете предприятие, которое имеет право производить продукцию под вашим брендом? Часто его задают этот вопрос, и я всегда отвечал таким образом В первую очередь то, что я покупаю своим детям, соответственно, я обращаю внимание на этих производителей И мы вторым этапом едем, делаем некую экспертизу самого производства Собственно говоря, это не так сложно В общем, главное, понравится вам, я так понимаю Да, объективно Но у нас очень строгие критерии отбора И эта концепция предполагает именно строгий подход И ценность марки заключается в том, что у нас не просто торговая марка, а именно торговая марка знак качества И мой следующий вопрос, каковы перспективы развития бренда в современных реалиях? Ранее мы сами являлись и оператором, то есть компания, которая и покупает этот же продукт и перепродает под своей же маркой То сейчас мы по лицензионному договору наделяем правом производителя использовать нашу торговую марку Но продавать либо с нашей помощью, либо независимо И при этом производитель просто уплачивает нам роялти И, соответственно, мы на доходы с роялти ведем свою деятельность, контроль качества Отсюда у меня вытекает вопрос, с какими основными трудностями вы сталкивались при продвижении вашего бренда? Потому что достаточно сложно продвинуться на рынках Китая, Вьетнама, Алжира Или наоборот, этих товаров, вернее, молочных товаров, продуктов питания не хватает И наоборот, у вас идет все легко и хорошо Ну вот, собственно говоря, на что я хотел сделать еще раз акцент Что когда появилось желание поставлять продукцию на китайский рынок Ну помнишь, нейминг «Беларусь» работать не будет По этой причине мы придумали некую новую такую плюшку для потребителя Когда мы позиционируем, что часть доходов от продажи нашей марки Мы направляем на проекты лояльной экологии То есть, получая роялти от производителя Концепция предполагает направлять 50% на проект, например, на установку зарядных станций для электромобилей То есть, таким образом, потребитель, покупая продукцию под торговой маркой «Беларусь Эксперт» Он не только имеет гарантию проверенное качество по справедливой цене Но и таким образом инвестирует в экологию, поддерживает экологию Мне кажется, это блестящая идея, потому что мы живем на земном шаре, он круглый И сейчас очень много проблем с экологией, это, безусловно, важно Денис, а в каких странах вы уже работаете? Сегодня марка зарегистрирована в таких странах, как Украина, к сожалению, конечно Сегодня там идут такие события, когда, наверное, придется отсрочить перспективы развития проекта Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Армения, Грузия, само собой И, в принципе, сам проект предполагает развитие в любую страну Почему? Потому что запрос на услугу, когда реально должен быть какой-то контроль качества на стороне потребителя То есть мы позиционируем себя, как компания, которая стоит на страже интересов именно потребителя Если взять консолидированный Европейский Союз, то Беларусь, например, по поставкам той же молочной продукции на мировой рынок Занимает четвертое, пятое место в мире Дорогие друзья, на этой сладкой ноте мы прощаемся Я желаю вам успеха, чтобы ваш бренд Беларусь Эксперт был просто топ на мировом рынке Фэшн – это наша профессия Безвкусица имеет пределы Безвкусица